Женские половые инфекции Многие половые инфекции у женщин имеют схожие симптомы, поэтому диагностировать ту или иную инфекцию, исходя из клинических проявлений, невозможно. Недостаточно и невозможно. Важную роль при таких заболеваниях, конечно, имеют лабораторные исследования. Необходимо обратить внимание на то, что женские половые инфекции – это не только венерологические болезни, но и все инфекционные болезни мочеполовых органов, которые возникают после полового контакта. Большинство болезней не имеют четких симптомов. По этой причине женщина долгое время может даже и не подозревать о наличии той или иной инфекции, которая половым путем передается венерическое и которая половым путем передается невенерическое, условно-патогенное. Длительное отсутствие медикаментозной терапии вызывает различные осложнения. К половым инфекциям иммунитета нет. Об этом следует помнить. Это означает, что болезнь после лечения даже при повторном заражении способна появиться вновь. Возбудители половых инфекций у женщин вызвать инфекционные заболевания половых органов могут условно-патогенные и патогенные инфекционные агенты. Условно-патогенная флора в норме присутствует в органах каждой женщины и в половых органах в том числе. При нарушении баланса этой флоры может появиться воспаление в органах малого таза. К условно-патогенным микроорганизмам относятся грибки, стафилокопия, стриптокопия, кишечная палочка, протеи и другие виды бактерий, которые не являются возбудителями венерических заболеваний. А вот к патогенным относятся хламидии, гонореи, трихомонада, герпес, уреплазма, микоплазма, вирус попилома человека и другие инфекции. Патогенная флора способна передаваться во время половых контактов, но некоторые способны проникать и при контактных путях заражения вызывать инфицирование. Основные инфекции половых органов у женщин. Кратко пройдемся по основным инфекциям. На первом месте трихомониаз. Это распространенное заболевание, возбудителем которого является трихомонадовагинализ. Это одноклеточный простейший жгутиковый микроорганизм. Симптомы трихомониаза, особенно при первичном заражении, это называется первичный эпизод, очень яркие. Женщин беспокоит отек, покраснение слизистых промежностей, визулические явления, учащенные мочеиспускания, боли при мочеиспускании, жжении в уретре. Но самое главное обильное, беловатое, зеленоватое, пенистое выделение со зловойным запахом. Диагноз ставится на основании характерных жалоб и мазка на флору. В нашем кожно-генерологическом диспансере это обследование можно сделать за 20 минут. Холомидиоз, уреоплазмоз и микоплазмоз объединим в одну группу, потому что у них сходная симптоматика. Большинство пациенток, являющихся носителями данных микроорганизмов, не предъявляют никаких жалоб. В редких случаях женщин уже беспокоят нерегулярные ноющие боли внизу живота, дискомфорт во время полового контакта, а также более обильные, чем обычно, выделения из половых путей. Несмотря на кажущуюся безобидность этих половых инфекций, они имеют очень серьезные отдаленные последствия. Длительное хроническое воспаление в области приданков придет к формированию спаечной болезни, спаек в малом тазу, синдромах хронических тазовых болей, бесплодию, либо повышенному риску возникновения внематочной беременности. Гонорея – одна из самых древних инфекций, по-другому в народе она называется трибер. Возбудителем заболевания является грамотрицательный гиплококк, на истерия гонореи. Гонорея имеет различные клинические проявления, которые связаны с преимущественной локализацией микроорганизмов. В уретре, в заднем проходе, в прямой кишке, в цервикальном канале, в яичниках, в матке, на миндалинах. Также могут выражаться глаза и суставы. При гонорильном кальпите, если поражено влагалище, пациентам беспокоят обильные густые выделения желто-зеленого цвета и неприятный запах. При гонорильном цервициде беспокоят зуд, жжение, боль в области уретры, учащенные болезненные мочи и спускания, покраснение уретры, отек уретры, выделение из уретры, белогнойного характера. При поражении прямой кишки беспокоят выделения из прямой кишки гнойные, выделения могут скапливаться в складках наружного сфинктера, беспокоят боли при дефекации, позывы к дефекации, покраснение, повышение температуры, увеличение лимфоузлов. Во всех случаях и при поражении гонорильном уретры, и цервикального канала, и прямой кишки. К половым инфекциям можно отнести ли от вирусных заболеваний. Это герпес, вирус попеломы человека, токсоплазмоз и другие. Вирус герпеса и токсоплазмоз очень опасны при беременности, если это первичный эпизод. Вирус попеломы человека очень опасен в плане развития рака шейки матки. Вольвовагенозный кандидоз, молочница, тоже часто имеет половой путь передачи. Женщин беспокоят белые творожистые выделения и сильный зуб в влагалище и в области наружных половых органов. Бактериальный вагеноз не относится к половым инфекциям. Это нарушение соотношения нормальной микрофлоры во влагалище. Попадание новой микрофлоры от полового партнера часто провоцирует данное состояние. Инкубационный период половых инфекций у женщин. Рассмотрим длительность инкубационного периода для некоторых конкретных инфекций. Холомидиоз. Его инкубационный период 2-3 недели. Первый симптом. Появляется боль в нижней части живота. Дезурические явления. Характерные слизистые выделения. Уреоплазмоз. Длительность инкубационного периода до 2 недель. Хотя при определенных видах уреоплазмы и мекоплазмы от 3 дней до 2 недель длительность считается в общем. Появляются сходные выделения. Их можно даже не заметить. Трифомониаз. Бессимптомный, то есть инкубационный период от нескольких суток до 1 месяца. В среднем до недели. Диапазон от 3 дней до 30 дней. Инкубационный период. По окончанию этого этапа появляются пенистые зеленого оттенка выделения. Обильные, с неприятным запахом. Дезурические явления. Покраснение отек слизистых понижностей. Гонорея. Период от преликновения инфекции до первых видимых признаков достаточно короткий. В среднем 7 дней. Диапазон от 3 до 30. Вирус папиллома человека. Имеет инкубационный период в среднем от 2 до 3 месяцев. Достаточно длительный инкубационный период. Симптомы половых инфекций у женщин. Для всех половых инфекций у женщин характерна определенная симптоматика. Вот есть общие симптомы, по которым можно заподозрить, что есть какая-то половая инфекция. Венерическая, невенерическая. Но вот есть инфекция. Это выделение. Во-первых, объем их увеличивается. Во-вторых, может присоединиться замок. Второе, зуд, болезненность половых органов. Третье, постоянные позывы к мочеиспусканию. Четвертое, увеличение паховых лимфузлов с одной или с двух, с обеих сторон. Наличие ранок, высыпаний. Пятое, язвочек на слизистых или коже. И шестое, иногда может повышаться температура тела. Для диагностики половых инфекций у женщин в нашем кожно-венерологическом центре проводятся мазки из уретры, каналы шейки матки, мазки из влагалища, мазки из прямой кишки на микроскопию. Этот экспресс-метод может быть применим для диагностики кандидоза, трихомониаза, гонореи, воспаления влагалища. В нашей лаборатории это исследование можно сделать за 20 минут. Кроме того, мы проводим пациент-диагностику в очень короткие сроки. Это самые высокоинформативные и точные методы обследования. Определяет ДНК или РНК конкретного возбудителя во взятом материале. Соскоп из канала шейки матки, из уретры, из влагалища, из прямой кишки. Также мы выполняем бактериальный пассив на определение возбудителя и определение чувствительности выявленного возбудителя инфекции к антибиотикам. Проводим такие исследования, как РИФ, ИФА, иммуноферментный анализ ИФА, реакция иммунофлюоресценции, это РИФ. Мазок из ануса на половые инфекции выполняется в том случае, если пациентку беспокоят следующие признаки. Болезненность при испражнении, педификации, гной в калии, кровь в калии, запоры, жжение и краснота в области заднего прохода. Мазок берут специальным зондом, предназначенным для этой процедуры. После взятия материал помещают на предметное стекло, изучают под микроскопом. Также проводят пациер-диагностику, делают бактериальный пассив на питательную среду. По показаниям пациентка дает кровь на антитела в данной инфекции. Контрольные анализы после лечения половых инфекций у женщин. По окончанию лечения следует обязательно провести контрольную диагностику. Такой контроль показывает эффективность пройденной терапии. Спустя пару недель после медикаментозного лечения делают первый контроль. Исследование контрольную леченность при отрицательном результате следует провести проверку второй раз. После второго отрицательного результата рекомендуется сделать провокацию. И после третьего, после провокации отрицательного результата, можно уже говорить о полном выздоровлении пациента. Но необходимо заметить, что методика контроля может отличаться в зависимости от конкретной инфекции. При лечении половых инфекций у женщин необходимо соблюдать следующие правила. Воздержаться от любых половых отношений во время лечения и в период реабилитации. Потому что при незащищенном половом контакте есть риск заразить своего партнера. Лечение обоих партнеров, и если их было много, то всех партнеров одновременно обязательно. Врач, который лечит половые инфекции, это гинеколог, уролог, венеролог, инфекционист. Таким образом, при появлении симптомов дискомфорта в области урекры, лагалища, в области прямой кишки, необходимо обратиться как можно быстрее для своевременного обследования, установки диагноза и эффективного лечения. В нашем кожно-венедиспансере можно провести все это в кратчайшие сроки у специалистов, которые назначат вам эффективное и качественное лечение. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok